Друзья, вторая часть нашей беседы о том, как сначала открывать историю экрана, а теперь закрывать. Вот об этом мы сейчас поговорим. То есть финалы, какими могут быть финалы фильмов. Вот об этом пойдет речь. И когда я думал, какой к этой нашей второй части разговора выбрать эпиграф, то я вспомнил, естественно, одну из самых знаменитых цитат из кинокомедии. Это цитата «У каждого свои недостатки». Что это за фраза? Это фраза, которую произносят в самом конце, на последних секундах, буквально, фильма одного из самых знаменитых комедийных фильмов американских. У нас название его перевели «В джазе только девушки». В оригинале он назывался «Некоторые предпочитают погорячее». И, конечно, это действительно такой классический пример, когда к этому добавить нечего. Вы понимаете, бывает, скажут последнюю фразу, и дальше там немножко действия еще идет. Может, минуту, может, две, а то и больше. А вот эта картина «В джазе только девушка», она как раз и хороша тем, что звучит эта финальная фраза, у каждого свои недостатки, и после этого секунды, две, и все, стоп-кадр, конец фильма. Я особенно люблю такие примеры приводить, потому что, увы, современное кино, а, кстати, «В джазе только девушки» – это фильм уже лет 60, почти 70 уже лет, или такого не может быть, по-моему, около 70-60, вот так, конец 50-х годов. И, конечно, удлинилось, очень удлинилось, и более даже, я бы сказал, тягучим стало кино почему-то, при всем клиповом мышлении вроде бы людей начала 21 века. Но особенно это касается драм, мелодрам, ну, то есть таких вот неэкшенных жанров. Но комедия, естественно, жанр динамичный, особенно если зрители любят, зрители заботятся, да, поэтому «В джазе только девушки» не случайно называют, может быть, лучшей комедией Голливуда всех времен. Есть такое мнение, что это лучшая комедия Голливуда. Вот как у нас, допустим, в России есть мнение, что лучший комедийный фильм «Бриллиантовая рука», так и в Америке «В джазе только девушки». Вот эта старинная черно-белая «Нос Мерлин Монро» картина. Какие же примеры, какие типы, я бы сказал, финалов могут быть? В этом смысле очень полезно смотреть еще более старую классику, которая уже вообще почти 100 лет скоро будет. Я имею в виду фильмы Чарли Чаплина. Вот потому он и величайший комедиограф всех времен, потому что он один из немногих, если не единственный мастер старого кино, даже немого еще кино, которым и сейчас может привлекать внимание. Я вот знаю, что если я включу студентам у себя на работе в Институте кино и телевидения, я могу включить любой из лучших фильмов Чарли Чаплина. И какие бы ни были интересы у студентов, далекие даже от старинного кино, через несколько минут все увлекаются, все прилипают, что называется, к экрану. Ну, не буду так утверждать, что все, но в любом случае отклик это кино всегда имеет. И поэтому я приведу несколько примеров с классическими яркими финалами, сделанными как раз Чарли Чаплином. И первый пример – это, естественно, «Золотая лихорадка». «Золотая лихорадка», самый известный из его фильмов, еще не мой, сделанный в 1924 году, где герой, как обычно у Чарли Чаплина, такой бродяга с определенным набором каких-то примет внешних. Это потертый сюртук, шляпа-котелок, трость с длинными носами, ботинки. Он в каждом фильме появляется в этом прикиде, что называется. И вот в финале этот герой наконец-то ему, что называется, улыбнулась удача. В финале он становится богат. Он находит золото на золотых, как это прииск, не приисках, в общем, на Аляске в конце 19 века. И он, казалось бы, может наконец-то себе позволить одеться очень богато и очень, так сказать, изысканно. Но он в определенный момент одевается очень просто. Почему он это делает? Ну, опять-таки, я стараюсь часто не спойлерить, что называется, и могу предоставить вам узнать, как это произошло. Но девушка, которая любит его и которую любит он, она не знает в этот момент, когда она встречает его в одежде барванца, она не знает, что он уже богат. И она, наоборот, считает, что каким он был, таким он и остался, как говорится. Но она готова принимать его и таким, какой он есть. И это самое ценное для героя в этой финальной сцене, когда он оборванец, уже теперь псевдооборванец, и видит, как горячо рада этой встрече эта девушка после долгого расставания. Поэтому финал особенно позитивен и особенно, скажем так, одновременно комедиен и мелодраматичен. И мы понимаем, что вот это и есть настоящая цена этим отношениям. Как бы полюбить его богатого, наверное, многие бы смогли бы, а вот бедно только эта самая героиня. Ещё один финал, тоже классический у Чаплина, это фильм «Цирк». «Цирк» снят в самом конце немого периода, в 1928 году, когда уже начинали потихоньку снимать кино звуковое. И вот тут как раз Чаплин, опять-таки, почему он гений? Чаплин придумывает финал, который во многом изменил весь жанр комедийный. Было принято до этой картины, до фильма «Цирк». Было принято, что кино веселила нас, комедия. Она веселит в начале, веселит в середине. В общем, всё время веселит. Мы хохочем, и хохочем. И хохоча выходим из зала, и дома хохочем, и остановиться никак не можем. Действительно, был такой подход у некоторых кинематографистов. Знаете, такой довольно примитивный подход. Вот зритель должен всё время смеяться. Пока он смеётся, он ни о чём не думает. Вот так. Кстати, этот принцип у некоторых авторов и сейчас присутствует. Но Чаплин решил изменить вот этот самый ухохатывательный подход. И он придумал печальный финал. В фильме «Цирк» герой, очередной его бродяга, но как бы тот же самый бродяга, но как бы по-новой разыгранный. Герой, казалось бы, мог многого достичь, работая в этом самом бродячем цирке. Много там у него приключений, много у него там достижений. Но финал Чаплин делает всё-таки печальным, не трагическим, но таким, что герой сидит посреди пустыря, где ещё недавно стояла шапито цирка, но цирк уехал, и все уехали. Только наш герой, который так многого добился в этом цирке, остаётся один. Он сидит на каком-то там ящике, о чём-то думает, потом поднимается и так неспешно уходит в глубину кадра своей утиной походкой знаменитой. То есть не трагическая сцена, но она показывает, что вот так тоже может закончиться. Чаплин фактически придумал комедию с печальным финалом. Если бы там был трагический финал, это была бы уже трагикомедия. Это жанр, который Чаплин был близок к нему, но всё-таки старался на свой манер пожалеть зрителя. Он понимал, что в жизни очень много грустного, но уж совсем окунать в эту беспросветную грусть он зрителя всё-таки не хотел. И вот как раз ещё более, наверное, впечатляющий финал, где уже важную роль играет как раз диалог. Это следующая картина Чаплина под названием «Огни большого города». «Огни большого города» — это фильм, снятый в 1931 году. Это значит, что уже наступили времена звука. По полной программе уже звуковое кино снимается. Чаплин, как человек достаточно консервативный, сложившийся как художник именно в период немого кино, он не может представить, чтобы его герой был, что называется, болтал, говорил. Это убьёт просто его маску, вот этот имидж этого персонажа. Но как ему быть в таком случае? Ему ещё хочется, что называется, рассказать ещё одну историю про этого своего бродягу. И даже, может быть, ещё рассказать. Чаплин решает такой компромисс выбрать. Опять-таки компромисс, но всё-таки в пользу немого кино, традиции немого кино. Он снимает фильм такой же, как и раньше, немой, но со звуковым сопровождением музыкальным. Есть музыка уже, есть шумы какие-то отдельные. Герой же молчит. И в этом фильме довольно, как обычно, опять же, можно сказать, учаплена такая мелодраматическая история. То есть герой, очередной бродяга, весь фильм помогает девушке, которая торгует цветами на улице, прямо уличная цветочница, слепой девушки, которая, в общем, очень благодарна этому незнакомцу. Она считает, что он очень богатый, раз он так ей помогает. На самом деле, этот герой, там, что называется, последние там гроши как-то умудряется ей отдавать, чтобы, ну, с одной стороны, он создаёт имидж действительно состоятельного человека, с другой, он действительно ей хочет помочь. Но самая главная его помощь, когда ему случайно перепадают деньги большие, он все эти деньги отдаёт ей на лечение, чтобы она смогла восстановить зрение. И это действительно происходит. А сам он в это время, значит, оказывается далеко и надолго в заключении, потому что его обвиняют в том, что он якобы эти деньги украл и так далее. Но не буду в подробности вдаваться, вы посмотрите этот фильм, я надеюсь. Я так долго рассказываю о Чаплине, мне так хочется, чтобы вы его полюбили, как люблю его я. Ну вот, и вот финальная сцена, одна из самых знаменитых, наверное, вообще в истории кино, классическая ещё и в связи с этим диалогом, предельно простым и коротким диалогом. Они, наконец, встречаются. Она его никогда, как вы понимаете, не видела. Но она случайно прикасается к его руке, когда они заговорили. И тут она понимает, что это оборванец, и есть тут её благодетель. И она говорит, вы... Этот титр даже не появляется. Мы просто видим, как она это говорит. Она говорит, you... Он кивает в ответ. И она говорит ей, теперь вы видите. И она говорит, теперь я вижу. Ну, титр появляется. Теперь вы видите, теперь я вижу. Видите, такой двойной смысл в этом диалоге возникает. Вот это и есть великая простота, на мой взгляд, которая, я думаю, и сейчас вполне актуальна. И я, конечно, всегда радуюсь, когда наши студенты, и не только наши, вот все, кто снимает кино, и начинающие, и любители, вот умеют использовать очень простые средства для того, чтобы завершить историю. Они не растягивают, не размазывают кашу по тарелке, ну и так далее. Ну, раз уж я так долго говорю о Чаплине, наверное, последний на сегодня приведу пример. Это следующая картина после «Огни большого города. Новые времена». Это фильм, который снят в 1936 году, это уже тем более звуковое кино вокруг него, вокруг Чаплина. Но сам Чаплин опять снимает «Немое», представляете? Хотя многим вокруг него кажется совершенным безумием, потому что, ну как, не будет, дескать, никто смотреть его «Немое кино» в 1936 году, когда все уже мюзиклы вовсю смотрят. Но Чаплину такое исключение, что называется, сделали. Да, зритель ведь его любил и помнил. И эта вторая картина тоже имела большой успех. А в финале, опять финал, Чаплин вновь удивил зрителя, причем удивил теперь уже как раз относительно звука. Молчавший, молчавший уже лет 20 почти герой со времен немого кино, вдруг в финале взял и запел. Это было так странно, так необычно, что, конечно, опять все едва ли не аплодировали. Но современники. Мы сейчас уже аплодировать не будем, но это было чудо такое определенное. Надо же, бродяга поет. Эту песню, кстати, все знают. Или, по крайней мере, не саму песню, но музыку, этот мотив. Просто не всем известно, что это как раз из фильма «Новые времена». Видите, то есть финал не просто подводит итог истории, он каким-то образом какую-то особую фишку такую выдает, если это сделано настоящим мастером особенно. Но от зарубежного кино потихоньку будем двигаться в нашу сторону. Добавлю, правда, еще один пример из своих любимых. Все, что я сейчас описываю, это то кино, которое я люблю, пересматриваю и другим, что называется, советую. Один из моих любимых фильмов, тоже американский, это такая трилогия под названием «Назад в будущее». Фантастическая комедия, где старшеклассник американский с 80-х годов вместе со своим другом, самодеятельным ученым, таким полубезумным, кто-то скажет, путешествует по времени туда-сюда, то в будущее, то в настоящее. Этот ученый придумывает машину времени в виде гоночного автомобиля. Я думаю, всем достаточно известна эта история. Помните, чем заканчивается сама трилогия? Она заканчивается не просто тем, что герой вернулся в настоящее. Там есть одна как бы недоговоренность. То есть герой-то вернулся, и все вроде бы нормально, но его друг, вот этот ученый, он остался в прошлом, потому что надо было кому-то подтолкнуть эту машину. Ученый подтолкнул и остался в 19 веке. А герой здесь, здесь, то есть в 80-х. И вот его, это, конечно, очень, так что называется, коробит щемящая такая тема, что, эх, док, жалко, что вы там остались. То есть он, конечно, там вполне счастлив, наверное, там нашел себе жену любящую, там в 19 веке. Но вот они расстались, друзья. И вот тот момент, когда герой стоит и печально думает о том, что они никогда не встретятся, тут-то и появляется этот самый док на, уже теперь не на машине времени, а на паровозе времени. То есть он паровоз старинный превратил в машину времени. Это тоже, конечно, очень впечатляющий, яркий, спецэффектный, вообще такой улетный, в буквальном смысле улетный эпизод. Поэтому я, наверное, и называю этот фильм одним из своих любимых. Когда меня спрашивают, какой у вас любимый фильм, я говорю, назад в будущее. Ну, если не считать бриллиантовую руку и другие некоторые фильмы. Последний пример я вам приведу, знаете, такой комбинированный, где и начало очень важное, и финал очень важный. И это наше, наше советское кино. Тоже уже достаточно давнее, почти не полувековое ему уже юбилей, но около того. Это фильм конца 70-х годов. Это такая молодежная мелодрама. Молодежная мелодрама под названием «В моей смерти прошу винить Клаву Ка». Такое странное, длинное название «В моей смерти прошу винить Клаву» и «Ка» большая точка. Вообще это напоминает, извините, такую записку, человек решил покончить с собой, некую Клаву обвиняет в этом. Такая довольно опасная, суицидальная картинка. Наверное, в наши дни бы сейчас так бы фильм ни за что бы не назвали. Но в советское время, как вы понимаете, были какие-то другие критерии, получается. Тем более, что, естественно, никто там не покончит с собой. Наоборот, этот парнишка, который с ума сходит из-за некой Клавы, он осознает, что на Клаве фильм клином не сошелся. Жизнь и без Клавы возможна. Но там такая история, знаете, в общем, можно сказать, классическая мелодрама. Потому что там показаны три возраста этих персонажей. Мальчик Сережа, очень капризный мальчик, не хочет идти в детский сад. И вот начальная сцена, я хочу как раз начальную и финальную тут вам отметить. Начальная сцена, это как приводит ревущего мальчишку, четырехлетнего, в детский сад. Такой типичный детский сад. И вообще картина, неважно, 40 лет назад это или сейчас, эта ситуация могла один в один произойти в наше время. Ситуация, которая, в общем-то, узнаваема в наше время. Мальчишка не хочет идти в детский сад, он не хочет своему туда. И тогда воспитательница, такая типичная воспитательница, смотрит на него и говорит, ну что ж, придется звать Клаву, говорит она. И вот эта фраза, в самом начале фильма, что за Клава, почему звать Клаву? И появляется девчонка. И, в общем, эта Клава, понимаете, она является таким же, как это, катализатором спокойствия, так можно сказать, то есть она посмотрела своими глазищами на этого зареванного мальчонку, и он перестал плакать. Но, увы, с ним, как это говорится, импринтинг произошел, то есть впечаталось в него, что Клава – это надежность, это спокойствие, ну и самое главное, она для него стала женщиной его жизни. Четыре года, да? А вообще в фильме показаны три возраста персонажей. Вот детский сад, когда он полюбил, как ему кажется, на всю жизнь Клаву. Потом средние классы, когда им лет 12. И, наконец, им уже 16 лет, они школу заканчивают. Вот первая сцена – это как раз определяющая всю историю в детском саду. Финальная сцена, когда после множества уже взаимоотношений и каких-то ситуаций наш герой вдруг понимает, что Клава его вообще-то никогда не любила. Это он себе в голову вбил, что он и есть ее избранник. А любит она другого, совершенно на взгляд нашего героя, не стоящего того. Он парень хоть куда, он перестал быть Плаксой, он стал первым парнем в классе. Но она любит ботана какого-то, понимаете? И он ничего с этим не может поделать. В этом смысле, знаете, какой любопытный тут может пример возникнуть? Это фильм «Социальная сеть». У Дэвида Финчера есть фильм про основателя Фейсбука. Ну там не Фейсбук, по-моему, там по-другому называется. Ну в общем, подтекст такой, что парень, простой американский компьютерщик, создал целый мир, вот эту вот социальную сеть, условно говоря, Фейсбук, только ради того, чтобы девушка, которую он любит, добавила его в друзья. А девушка не хочет его добавлять в друзья. Это же, ну как после этого жить? Как можно быть миллиардером после этого? Вот такая вот примерно, конечно, с поправкой на наши советские времена, история и в Клаве, да, в Клаве Ка, которая не любит нашего героя. И вот в конце, в самом конце, он должен понять, что надо жить, как-то жить и без Клавы. Он уже кидается в другую крайность. Он пытается там объясняться в любви подруге Клавы. Хотя она понимает, что он ее не любит. И он сам понимает, что он ее не любит. И вот там замечательно есть диалог финальный, когда он смотрит на нее, на эту подругу. Он говорит ей, я люблю тебя. Она отвечает, так не бывает. Он говорит, бывает. Она ему говорит, ты всегда будешь любить Клаву. Тут он уже отвечает, так не бывает. И она ему говорит, бывает. После этого они уходят и звучит душераздирающая музыка. Не преувеличиваю, так говорю. И вот финал, понимаете. Да, этот диалог определяет все, что будет дальше. Действительно, он будет любить Клаву, но уже жить без нее. Вот такой вот финал, по-моему, очень важный. Хоть для мелодрамы, хоть для какого-то другого жанра. Я имею в виду важный с точки зрения того, что надо поставить точку. И надо дать шанс герою двигаться дальше. Спасибо, друзья, что слушали меня или смотрели на меня. И самое главное, за то, что, надеюсь, то, о чем я говорил, вам как-то пригодится, может быть, как зрителям, а может быть, как кинематографистам. Всего доброго.